Не успели утихнуть страсти по лыжне России, как тюменцы вновь в спортивном строю. В областной столице состоялся лыжный марафон, уже 17-й по счёту. В этом году он собрал 89 участников из нескольких регионов, причём как профессионалов, так и любителей. Спортивная трасса пролегла в лесопарке Затюменский. За соревнованиями наблюдал Сергей Степанов. Счастливого пути! Вот они, горькость лыжного спорта! Первыми на трассу вышли мужчины. Здесь и начинающие марафонцы, и ветераны лыжного спорта. Им предстояло пройти так называемую королевскую дистанцию – 50 километров, а это 10 кругов. Пока мужчины боролись за первенство, следом за ними на старт вышли девушки. Символично, что в Международный женский день 8 марта заявилось 8 участниц. Их дистанция – 30 километров. Первое место заняла победительница прошлого марафона Анастасия Рябова, представляющая Тюменский госуниверситет. Это годы тренировок. Много ровной работы должно быть за спиной. Потому что если поставить обычного на ячка, ему будет очень сложно. Потому что сердце, возможно, будет не готово к такой работе. Денис Спецов в прошлом году пришел третьим, а теперь на первом месте. Признается, победа далась нелегко. Тут нет ни подъемов, ни спусков. И трудно было убежать где-то, чтобы... Ну, или растянуть группу. Сегодня трасса очень жесткая, лед. Ну, ноги, можно сказать, разъезжаются. И все долго шли плотной группой. Потом, когда силы у народа уже начали заканчиваться, народ начал падать. И за счет этого, можно сказать, удалось и убежать. Ну, и у меня у самого не прошло сегодня гонка без падений. 70-летний Владимир Сорогин – самый возрастной спортсмен на этих соревнованиях. Он постоянный участник, причем с самого первого тюменского лыжного марафона 1999 года. Год от года марафоны, конечно, труднее даются, но я не сдаюсь. Самый тяжелый марафон у меня был на Жемчужине, когда мы бежали 50 километров по крутым горам. А это равнина, так что я вполне нормально удерживаю. В итоге быстрее всех дистанцию преодолели лыжники, выступающие за Тюмень. Также в числе лучших – челябинские спортсмены. Сергей Степанов, Евгений Проскуряков. Тюменское время.